Что такое позитив и негатив тестинг? Какие тесты выполняются в первую очередь? Позитивные или негативные? Сегодня мы разберем эту тему на детальных примерах. Меня зовут Игорь и вы снова на канале Qlabs. Поехали! Сегодня мы разберем тему позитивного и негативного тестирования. Узнаем, что же такое позитивное, что такое негативное тестирование, а также рассмотрим разницу между ними на детальных примерах. Позитивное тестирование – это тестирование, которое отвечает за проверку системы или функциональности с использованием правильных, корректных, валидных данных. То есть, в первую очередь мы всегда проверяем сначала положительное поведение системы, то есть то, для чего она была предназначена или так, как ее будет использовать конечный пользователь. Например, регистрация в системе с помощью валидного правильного логина и пароля. То есть, важно сначала проверить, можем ли мы зарегистрироваться в системе. Следующее – поиск существующих товаров в магазине. Попытаться найти сначала тот товар, который есть на сайте. Или авторизация в системе ранее зарегистрированным пользователем. То есть, это положительные проверки, которые проверяет основной функционал программного продукта. То есть, то, что будет делать конечный пользователь. Давайте разберем более детальный пример. Представим, что у нас есть требования. Есть некая страница авторизации, логин, на которой мы можем использовать e-mail и пароль для того, чтобы войти в систему. Представим, мы уже зарегистрировали ранее с вами пользователя, и наша задача будет проверить положительный сценарий работы такой функциональности. А значит, попытаться войти в систему, используя правильные данные. Вводя корректный, зарегистрированный уже e-mail и пароль для него, мы попытаемся войти в систему. Если требование выполнится корректно, то по факту мы проведем положительный функциональный сценарий, либо тест. Но можно привести и другие примеры положительных тестов. Допустим, точно так же будут какие-то требования и для самих полей e-mail и пароль. Давайте разберем это на примере e-mail. Представим, у нас есть не совсем детальные требования по полю e-mail, тем не менее, этого будет достаточно для того, чтобы показать пример. Скорее всего, будет перечень неких допустимых символов для имени. Далее, скорее всего, будут некие минимальные и максимальные значения по длине имени. Также обязательным, конечно же, будет наличие собачки в e-mail между именем и доменом, а также будут некие требования по длине в доменном имени, но с обязательным содержанием точки. Итак, из положительных e-mail можно придумать много, на самом деле, вариантов. Тем не менее, давайте их рассматривать по очереди. Первый e-mail user.sobach.example.com. Я бы сказал, что это пример стандартного e-mail, не слишком короткого и не слишком длинного, который чаще всего будет вводиться пользователями. Далее, тот же самый e-mail, но уже большими буквами, то есть проверить верхний регистр, что наше поле принимает значения в разном регистре. Далее, третий – это самый короткий пример, который можно, допустим, ввести в поле e-mail, но при этом он должен быть допустимым по длине. Следующий пример – это пример длинного e-mail. Я бы не сказал, что это максимально длинный, но тем не менее. Следующий пример – usdefis.er.name.sobach.example.com. Это пример уже e-mail с использованием допустимых спецсимволов – defis и точки. Следующий пример – 123.sobach.test.123.com. Это пример e-mail, где мы используем уже цифры помимо букв и спецсимволов. Предпоследний пример у нас с использованием комбинации буквы, цифры плюс спецсимволы. И последний пример – это потенциальный пример, когда мы проверяем уже домены 2-го, 3-го уровня, то есть когда у нас в домене присутствует не одна точка, а две точки. Теперь давайте разберем, что же такое негативное тестирование. Оно отвечает за проверку системы или функциональности с использованием уже неправильных или невалидных данных. То есть мы выполняем тестирование для проверки того, как система будет себя вести в некоторых случаях, когда пользователь допускает ошибки при работе с функциональностью системы либо программного обеспечения. То есть сценарии больше у нас будут направлены на отображение неких эррор-месседжей, подсказок, ошибок, которые дают понимание пользователю, что нужно сделать, либо какую ошибку он допустил. Ну и с примером можно привести следующее. Ввод некорректных невалидных данных при регистрации, попытка авторизации с некорректными либо невалидными данными, такими как логин и пароль, проверка валидации полей на ввод данных, к примеру, при минимальных, недопустимых или максимальных недопустимых значениях. Давайте рассмотрим тоже требование про страницу авторизации, но в ключе негативного сценария. То есть у нас есть снова-таки страничка логина, где мы можем ввести e-mail и пароль для того, чтобы войти в систему. Но после того, как мы проверили уже валидность сценарий, то есть ввели корректный e-mail и корректный пароль и вошли в систему, нам нужно теперь проверить, что пользователь не сможет авторизоваться в систему, если допустит какие-то ошибки при заполнении этих полей. Допустим, он вместо собачки не зажмет кнопку shift и у него проставится цифра 2. Это самый популярный, я бы сказал, частый пример по ошибкам, которые может допускать пользователь при вводе e-mail. Соответственно, мы ожидаем, что такое поле подсветится красным, появится некий error message, текст красным, который подскажет, что что-то не так с нашим паролем. Возможно, кнопка войти станет тоже красной, либо в целом не будет активна. Тем не менее, это будет пример, когда мы ожидаем, что пользователь не войдет в систему при таких некорректно введенных данных, но и он получит адекватную подсказку о том, что он, возможно, сделал не так. Теперь давайте рассмотрим более детальный пример для e-mail с нашими негативными тестами. Требования у нас, допустим, не меняются. Какие же примеры негативных тестов можно будет привести для нашего поля e-mail? Самым простым и самым популярным, наверное, негативным тестом это можно оставить поле пустым. Второе. Для e-mail важно подобрать релевантные негативные тесты, то есть потенциально такие, какие будут направлены либо на частые ошибки пользователя, либо на структуру самого e-mail. То есть мы уже знаем, что e-mail состоит из имени, из собачки и из доменной части. Соответственно, важно проверить, что эти все три компонента и, допустим, какие-то специфические компоненты в каждом из них, они валидируются этим полем и будет появляться подсказка, если пользователь забудет что-то ввести, либо введет что-то некорректно из этих частей. Поэтому второй пример у нас юзер собачка, то есть без доменного имени. Третий тест собачка test.com. Теперь у нас e-mail без имени. Следующий тест user2test.com. Пример, когда у нас e-mail вводится без собаки. Тут видно, что пользователь, скорее всего, не дожал кнопку shift на клавиатуре. Следующий тест user2test.com уже без доменной зоны. User2test.com. Теперь у нас отсутствует точка в доменной зоне. И предпоследний пример юзер и много разных недопустимых символов в e-mail. И самый последний у нас пример e-mail, который является очень коротким, но при этом недопустимым. То есть мы применили по одному символу для имени и в домене. Давайте теперь подытожим. Важно понимать, что положительные и негативные тесты могут быть направлены как на комплексные сценарии, функциональные сценарии, то, как будет использовать программное обеспечение конечный пользователь. И при этом мы можем придумывать как положительный вариант, так и негативный вариант работы пользователя с функционалом программного обеспечения. Тем не менее, есть и узкие места или, допустим, я бы сказал, некие статические вещи, такие как валидация в полях. Здесь также можно применять положительные и негативные тесты. И важно это делать для того, чтобы понимать, что пользователь может использовать лишь корректные данные для ввода значений. Также важно добавить, что на примерах важно учитывать при негативных тестах не просто разнообразные данные, а исходя из того, что мы тестируем, да, либо какой специфический тип данных допустим, либо недопустим. Похожим образом также будет проверяться и поле паспорт на какие-то ограничения или допустимые, недопустимые символы, что пользователь может туда ввести. Тем не менее, давайте на примере еще разберем, чем же отличаются положительные тесты от негативных, исходя из требований к конкретному функционалу. Первый пример. Допустим, это поле для ввода букв. Соответственно, положительным тестом является ввод лишь букв в это поле. При этом негативным сценарием, конечно же, можно привести самый простой пример, это ввести цифры вместо букв. Далее. Второе поле у нас для ввода лишь цифр. Негативным тестом, конечно же, можно ввести вместо цифр букв. Следующее поле, это поле, которое ограничено длиной по вводу символов. При этом символы можно ввести разные. Но ограничение у нас от 5 до 10 символов. Соответственно, положительный тест, это если мы введем какое-то значение между 5 и 10. И при этом негативный сценарий, когда мы введем либо слишком короткое, либо слишком длинное. Но в идеале здесь, конечно же, нужно применить и технику граничных значений. Невозможно дополнительно класса эквивалентности для того, чтобы сделать более обширный набор тестов, а не обойтись лишь одним положительным и негативным тестом. И последний пример. Если поле у нас обязательное. Соответственно, положительный сценарий, оно должно быть заполнено корректными данными, и негативный сценарий его можно просто оставить пустым. Очень старался собрать полезную информацию для вас. Если было интересно, поддержите, подпишитесь на канал и поставьте лайк, для того, чтобы оставаться с нами на связи. А я подготовлю еще больше полезных и интересных видео. А мы с вами увидимся в следующем выпуске.